Вот в Рейдере цены на продукты растут из-за бездорожья. Сложная логистика это 100 километров из Усть-Каменогорска по горным склонам, да еще и по разбитому автополотном. Вынуждает предпринимателей завышать стоимость продовольствия. И вот чтобы решить сразу две проблемы, удорожание продуктов и ремонт дорог местные власти, решили оптимизировать путь поставки, то есть сократить его почти на 30 километров. По расчетам экспертов дорожной отрасли, новое направление позволит автолюбителям не огибать горы, а двигаться напрямую. Вот, впрочем, конечная стоимость дорожных работ, как и проектно-смертная документация, пока не подсчитана, но Вячеслав Витлугин все же разузнал, каков ожидаемый экономический эффект от новых логистических решений. Товар пришел, да, в Усть-Каменогорске, что-то цены, да, большие. На 20 миллионов дорожает. В Ридере продукты дороже, чем в Усть-Каменогорске, как минимум на 20, а то и больше тенге. Владельцы магазинов у дома уверяют, мол, спекуляций здесь нет. Наценка складывается из логистических затрат. 70% продукции в местные торговые точки завозят из областного центра по горным серпантинам и требующей срочного ремонта дороги. Вот это соцпродукты, кусок продукты, которые из Усть-Каменогорска мы возим. Рис, гречка, макароны. Предприниматель Вячеслав Белкин подсчитал, на продажу социально значимых продуктов магазин не зарабатывает ни теина. Все больше – это социальная ответственность бизнеса. 10% торговой надбавки съедает дорогая доставка, то есть дорога до прилавка. Автодорога Усть-Каменогорск-Ридер – это 130 километров серпантинов и крутых подъемов, по которым ежедневно проезжают сотни грузовых фургонов и автомобилей туристов. И дорога эта действительно сложная, ведь половину пути республиканской трассы покрывают ямы, а зимой на высокогорных участках встают большие грузы, поэтому озвученные региональными властями перспективы строительства новой, укороченной на 30 километров трассы между гор, местные жители считают вполне резонными. Важен этот путь, например, дорога снизится, расстояние дороги, во-вторых, дальнобойщикам уже намного легче будет, что не будут они стоять в зимний период. Расстояние сократится на сколько? Намного, да, сократится-то? В Акимате Ридера перспективы значительного сокращения автомобильного маршрута до Усть-Каменогорска оценивают положительно и приводят весьма серьезные аргументы в пользу дорожного строительства. В частности, экстренная транспортировка тяжелых пациентов местных медучреждений в областной центр по нынешней автодороге просто невозможна. Неоднократно, получается, мы вызываем санавиацию, которая прилетает, остро нуждающихся, вот они прилетают на вертолете, забирают, ну а так, если 60 километров будет, то, соответственно, возможность будет так через реальный автомобиль доставлять. В областном управлении транспорта прорабатывают два укороченных маршрута. Перспективные направления – это 60-километровые трассы, но пройдут они, вероятно, через особо охраняемые территории. Важно отметить, что оба варианта проходят через Гослисфонг. Земельные участки под строительство автомобильной дороги отводятся по решению правительства. Согласно законодательным нормам, большую стройку вправе одобрить лишь правительственная комиссия. И процесс согласования технических деталей проекта с госорганами может затянуться на долгие годы. Прорабатываем два варианта, которые проходят вдоль реки Абдериха. Это прямой, через крутую горную местность. И второй – через село Топиха с выходом на село Череншанг. То есть там тоже мы встречаемся с водоохранной полосой. В горах Ридера еще заснежено. И перспективные варианты строительства новой дороги изучат на месте ближе к июню. Что же касается старой республиканской трассы до Ридера, то по линии Казахтажола в ремонт уже изношенного дорожного полотна вложат больше двух миллиардов тенге. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня.